Ну, для начала все мы прекрасно понимаем, что при ковиде вирус внедряется в клетки верхних дыхательных путей. Иногда, небольшой процент случаев, легкая форма ковида, когда происходит только поражение верхних дыхательных путей, на этом и останавливается. В некоторых случаях вирус начинает опускаться вниз, поступает в альвеоациты. Что это такое? Клеточки легких, которые тоже гибнут в результате действия этого вируса. Наши легкие, ну, представленные, все, наверное, об этом видели и слышали, сравниваются с гроздью винограда. То есть, бронхи делятся на более мелкие веточки бронхиола, которые заканчиваются альвеолами, воздушными перегородками. И вот при ковидовских пневмониях происходит изменение вот в этой самой перегородочке, а ее отек и за счет повышения проницаемости сосудов выпад в эту альвеолку. Поэтому, скажем, какими-то ощущениями, конкретно там болевыми, то что вот иногда пациенты пытаются говорить, это не проявляется, потому что само легкое не болит. Там болевых рецепторов нет. Болевые эти ощущения, которые часто связывают с пневмонией, либо это раздражение нервных окончаний, либо довольно-таки есть процент пациентов, у кого уже вовлекается плевра в данный патологический процесс, и тогда возникает четкая боль на вдохе. Некоторые пациенты, зная, что у них есть поражение легких на КТ, начинают сразу по получении данного заключения рассказывать боль в грудной клетке за грудиной, боль под лопатками, ощущение сжения под лопатками мышцы спины. И, в принципе, так как обычно доктора КТ при описании все равно ознакомливают с заключением, то, соответственно, вплоть до локализации могут показывать и рассказывать, где на КТ описаны матовые стекла. Поэтому, в принципе, опять же, степень поражения легких не всегда соответствует тяжести клинического проявления. Эти вещи увязывать не надо, ведь много пациентов, у кого, допустим, на КТ описывают 10% поражения легких, но тяжеленная клиническая картина, тяжеленная интоксикация, где пациент требует более серьезного вмешательства медикаментозного. И из личного опыта у меня была пациентка с максимальным поражением 55% на КТ, но клиники практически не было. Лабораторные показатели практически были в допустимых нормах. Поэтому, конечно, здесь совсем другой подход. В основном и обошлись мы наблюдением, вопросами реабилитации.